...тысячные есть, это золото и серебро. Да, как говорят, чемпионов не судят, но и мы, конечно же, переходим на женский снаряд бревно. Здесь финал следующим образом выглядит. Паулин Шефер будет начинать из Германии, затем Лена Еремина наша, за которую мы, конечно же, будем болеть. Все-таки тяжеловато будет ей здесь бороться, потому что базовая сложность ее недостаточно высока от лидеров, например, как ТБ Альт на этом снаряде. Но, тем не менее, при хорошем исполнении, я думаю, что и при каких-то серьезных ошибках соперниц все возможно, как, в принципе, и бывает на чемпионатах мира, на таких больших соревнованиях. Элизабет Блэк из Канады, естественно, будет претендовать здесь тоже на что-то. Майя Мураками, ну, практически вот все лидеры многоборья, за которыми мы с вами наблюдали. Ну, и у нас с тобой тоже будет возможность как раз посмотреть за, еще раз очень внимательно посмотреть за упражнением ТБ Альт. Мы все пытались тогда еще в многоборе понять, за что ей 13-3 поставили, практически лучшая оценка у нее получилась за упражнение на бревне. Ну, сейчас, Иолан, извините, перебью, собрать внимание, с каким уже взглядом выходит Лена на финал. Уже призер, двукратный призер уже, и бронзовый, и серебряный. Уже совершенно другой статус. Абсолютно. Ну, и вот тоже серебряный призер многоборья. Елизабет Плэй. Ей не повезло, но при мне немногоборья она, ну, фактически упала, она хоть и удержалась на бревне, но это, конечно, уже выглядело не очень зрелищно и приравнивалось к падению. Поэтому, не знаю, как сегодня удастся, я думаю, что вот от того шока, когда она упала в разминке, почему-то, собственно, и не получилось, и не удалось, и, наверное, она отошла. Ну, вот, и сегодня девчонки поборются еще раз на этом снаряде. Ну, и вот у Майи Мураками тоже есть сегодня шанс, которая на четвертом месте осталась в многоборе. А вот интересно, и тоже, правда, есть возможность реабилитировать, потому что Майя же тоже у нас бревна упала, из-за чего, собственно, четвертая осталась. Да, да, да. Рыдала. Потому что просто вот даже не упадя на бревна, может быть, она и не сделала бы упражнение, да, так, как она хотела бы, но вот без этого падения она была бы, конечно, могла бы быть третьей. Ну, конечно, настоящий пример реабилитации, вот именно вот этой психологической показал вчера Давид Беляски, который после колоссального проигрыша в многоборе вышел на коне, просто собрался и, ну, просто на невероятном уровне выполнил комбинацию. Да, там бы был разрыв сложности от Макса Вытлока, но проиграл не абы кому, олимпийскому чемпиону. Ну, то, что с ним произошло в многоборе, знаешь, тут можно было и вообще растеряться и ничего не изобразить просто от расстройства. Да, вот я об этом и говорю, да, что вот настоящий пример, как нужно восстанавливаться от вот таких неудач. Ну, и вот, пожалуй, лидер, наверное, из сегодняшних соревнований на бревне, это Бэ Альт из Германии. Да, у нее такое очень интересное тоже упражнение, мы вот в многоборе комментировали, да, обратили внимание, вроде бы таких чисто видимых, сложных каких-то комбинаций не было, но у нее очень долгая и, судя по всему, сложная и красивая хорографическая часть на бревне, за что она вот и получила 12-30. Посмотрим, очень, мне кажется, это будет сейчас интересный вид. Ну, и всегда приятно, когда вот есть еще финалы на отдельных видах, где можно слегка реабилитироваться, если что-то не получилось в многоборе. Да, еще плюс шансы прибавляются, конечно же, и их нельзя не использовать. И всегда, конечно, довести уже до более серьезного совершенства, опять же, своей комбинации, именно в соревновательных условиях, потому что, конечно, можно миллион часов трудиться в зале на тренировке, тоже, вроде бы, делать все идеально, но тренироваться в зале и выходить на помосты в чемпионате мира – это две разные планеты. Совершенно по-другому все это ощущается и исполняется. Ну, да, и Певлин Шеффер начинает. С хорошей растяжкой достаточно. Да, здесь не домахнуло немножко в повороте. Здесь также, в принципе, как и на вольных упражнениях, гимнастские должны выполнить акробатические элементы вперед-назад, повороты, ну и, естественно, соскок. Хороший прыжок, красивый какой, в кольцо одной ногой. Да, высоко и с хорошим прогибом. Тоже здоровый поворот выполнила. Да, два винта. Арабская удерживается. Тоже неплохо. Вообще на бревне очень непредсказуемо может сложиться пятистал. Я имею в виду, что в квалификации девочки просто на тысячные, тысячные, тысячные отстают друг от друга, поэтому малейший, я не знаю, наверное, неправильный мах рукой там или чуть-чуть какой-то сброс может лишить медали всех участниц. А учитывая, да, какой-то коварный снаряд, где вот доля секунды, и даже не поймешь, почему все это произошло. Но неплохо она, неплохо выполнил свое упражнение. Мне кажется, соскок был, может быть, простоват. Да, простоват. Это было махом вперед, ланш назад, как бы с продвижением, да. Ну и действительно, судя по квалификации, конечно же, ее базовая сложность здесь самая низкая в этом финале, примерно 5,3. Потому что как-то вот даже к такому упражнению напрашивался более сложный, более зрелищный. Ну и, кстати говоря, у нее зато в этом плане самое чистое исполнение среди всех финалисток. Это да. Конечно же, при недостаточно высокой базовой сложности нужно чем-то брать, и все-таки хорошо, что она умеет именно брать чистотой. Вот видите, можете, уважаемые друзья, посмотреть. Называется всеми возможными частями тела девочки держатся за этот снаряд, чтобы с него не упасть. Вот научишься, да, даже пальцами ног сцепиться так. Ну, молодец. В любом случае, конечно, она здесь фаворитом, так скажем, не является, и все это прекрасно понимают, но, мне кажется, на достойном уровне очень хорошо выглядит. Да, совершенно согласен с вами. Показала все, в принципе, что она умеет, и на очень хорошем уровне ей, в принципе, наверное, такую задачу и ставили. Хотя я думаю, что посмотрим, как будет дальше. Она только, опять же, первая участница, и финал, как я говорил, может сложиться абсолютно непредсказуемо. Да, и вот самое ужасное быть, да, тренером, когда не можешь вскочить на бревной и сделать все сама, только остается умирать у бортика. Также имеет опыт она и чемпионатов мира, и олимпийских игр в Рею Джанейро, поэтому, ну, вот обратите внимание. Неплохо, неплохо. Ну, вот эту чистоту, о которой ты сказал, в общем, судьи оценили. Да, ну и вот. Лена Еремина. Ну что ж, уважаемые друзья, Лена Еремина, уже серебряный и бронзовый призер данного чемпионата мира, уже можно сказать. Нужно показать всю работу, которую тренировали ее тренеры и специалисты на бревне Ушакова Лариса. Все болеют. Ой, хорошо, Лена, серия. Вот обратите внимание, три элемента подряд здесь набирает еще дополнительный бонус за эту связку. Маховое сальто вперед, держаться. Уже можно сегодня спокойно и абсолютно уверенно выполнять, потому что уже все, есть, уже задача минимум выполнена. Ну да, ведь это очень важно тоже, с каким настроением выходишь. Стоять. Хорошо. Хорошо. Ну и соскочек. Три винта. Ну, ай-яй-яй-яй, чуть-чуть, да, чуть-чуть не хватило. Ну, если, конечно, иногда в своем репертуаре не все понимают, что, может быть, вот с этими криками «давай, давай», как-то попозже надо было, а не тогда, когда человек стоит на 10-сантиметровом бревне и готовится к соскоку. Ну, напротив, бывает, что и помогает, кстати говоря, да, и на коне, когда мы крутились, например, ну, может быть, так кажется, да, но я, в принципе, спортсмены, они любят, они любят, когда поддерживают, да, поддерживают, болеют. Это придает какой-то определенный, наверное, стимул. Ну, поэтому, ну, будем надеяться, конечно, что не эти крики. Просто всегда надо знать, наверное, тоже надо момент правильный улучшить для того, чтобы поддержать, чтобы это и поддержало спортсмена, и все-таки не помешало. Потому что, мне кажется, она сегодня гораздо увереннее даже делала свое упражнение, нежели многоборье, прекрасно выглядела. Вот чуть-чуть вот эта ошибочка на соскоке, как-то она... Ну, может быть, и усталость уже сказалась? Ну, это естественно, конечно, и, знаешь, психологическая нагрузка огромная, потому что все время держать себя несколько дней в таком состоянии, да, напряжение, вечного, вечной борьбы, состояние такого в тонусе, очень-очень сложно, особенно девчонки молодым. Вот как раз-таки Ушакова Лариса, специалист на бревне. Ну, соскок сложнейший, я вам хочу сказать, три винта, срандата, мало кто исполняет. В основном это соскоки бывают, двойное сальто обычное, двойное сальто углом, как бы винтовые, винтовые соскоки мало кто делает. Здесь у нее получилось фактически как два в одном, то есть она сделала сложное упражнение на бревне, очень сложное, еще фактически опорный прыжок продемонстрировал, понимаешь? Могли бы судьи быть и лояльными в этом случае. Можно было чуть-чуть вот тут бы как-то... Ну, хорошо, нет, все равно хорошо, наверняка. Нет, хорошо, очень хорошее уступление. Она уже не очень высокая, это 5,5, но в принципе и у соперницы ее не настолько, не настолько выше. Ой, 5,4 даже считают ей, 7,566. Ну, да. Ну, что такое все-таки... Вот чего мы немножко и недопоняли в действиях зрителей, наверное, именно когда соревнования многоборья были. Все-таки вот частота исполнения, она вот какое-то главенствующее вот имеет момент здесь. Ну, и любимица местной публики, Элизабет Блейк, сразу начинает свое упражнение с ошибки, с серьезной ошибки. Ну, сейчас такая интересная связка тоже из двух поворотов. Хорошо, очень уверенно. Тоже хорошо, фляг назад, бланш прямым телом. На такие элементы, конечно, невозможно не пойти, не уверенно. Здесь только один, наверное, шанс есть, чтобы выполнить хорошо. Тут только полностью с самоотдачей и уверенностью. И вот здесь опять, обратите внимание, на том же элементе, как и многоборья, она допускает ошибку, но здесь уже, конечно же, падает. Здесь она уже падает. Там, ну, там фактически тоже было падение, потому что она удержалась, когда руками цеплялась. Тут-таки сложновато еще дается, если с собой это бревно. Ну, вот, а сколько рандо, двойной сальто, назад согнувшись. Здесь все чисто, но все-таки она уже, так скажем, подпортила впечатление. И из борьбы, наверное, за победу так точно побывает. Ну, а мы прервемся, отдохнем немножечко. Ну, что ж, продолжаем репортаж в ожидании оценки Элизабет Блейк. Конечно, она недовольна своим выступлением и всем своим видом тоже это показала. Но она уже довольна тем, что она призер этих соревнований. Тем более у себя дома впервые. Да, порадовала своих зрителей. Да, порадовала своих зрителей. Ну, прямо скажем, мы вас предупреждали с именом, что все-таки это не лучший ее снаряд. А еще, учитывая то, что в самом начале соревнований, еще позавчера перед многоборьем, она с него очень жестко и больно упала. И даже мы сомневались вообще, сможет ли она выступать или не сможет после такого падения. Но она девушка мощная, с характером. Взяла себя в руки. Все сделала, опять же, вот, кроме бревна. И стала второй. Но, конечно, как финал уже этот вид, наверное, так скажем, был психологически зависим. Да, именно. И при том, что у девочек была тоже очень хорошая возможность. И она есть, в принципе. Потому что нету в финале олимпийской чемпионки 2016 года в Рио Сани Виверс, которая блестящего выполнена там комбинацию. Нету также ни Каталины Панор, которая приехала, но также снялась в соревновании из-за травмы. Нету Ларисы Ордаки, традиционные румынки, которые просто изумительно делают бревно. И вот Майя и Мураками сейчас как раз-таки будет реабилитироваться после своего падения. Посмотрим. Посмотрим, как она справится. Сальт вперед углом, но уже так более уверенно. Да. Тем более ей-то как никому хочется медаль получить на этом заряде. Фляд назад, Сальта назад в одну. Здесь немножко не дотягивает до шпагата. Все-таки вот они в сбавке. Нету четкой плоскости, нету горизонтали, нету вертикали. Вот здесь десяточки-то и снимают. Вот здесь допускает ошибку. Два винта на одной ноге. Поворот. Маховое сальто на одну ногу вперед. Более уверенно. Также вот обратите внимание, нету, нету до конца шпагатов. Кричит ее местная группа поддержки. И соскок, верной сальт назад, согнувшись с большим шагом назад. Но от начала до конца без падений были, конечно, заметные помарки. Посмотрим. Ну вот, кстати, вот эти вот вроде бы мелочи, которые незаметны абсолютно, да, вот непрофессионалам. Вот то, что там не до шпага. Вот здесь вот сразу можем, да, наглядно нашим зрителям продемонстрировать. Вот опять же, да, упражнения только что и той же Элизабет и Мураками. Мураками и сравнить с Немкой. Вот, да, вот эти красивые элементы, которые она сделала, их там было вот два-три, но они были сделаны так уверенно, да, так красиво и так отточено, что они дают огромное преимущество в оценке сразу же. Да, и в принципе впечатление о полной комбинации, оно складывается в лучшую сторону. Хотя по сложности, конечно, ее упражнение не было, да, столь внушительным, о соскоке мы даже не говорим. А тем не менее оценка у нее лучшая. Понимаешь, вот тут это тоже очень важно. Ну, сложнейший все-таки снаряд бревной. Я не перестаю удивляться, как девочки могут вообще что-то на нем исполнять. Как-то пробовал я сделать один раз колесо и рандат, но почувствовал себя абсолютно неспортивным человеком, который имеет ноль координаций, пожалуй, хотя уже... Ну да, для большинства, наверное, вот нас... 20 лет в спортивной гимнастике провел. Наверное, даже просто пройти по бревну. Я тоже всегда пыталась понять, как они это делают, и будучи в зале гимнастики, конечно, попробовала на нем постоять и представить себе, как можно делать то, что они там делают. Это, конечно, за гранью. Да, ну и, кстати говоря, Май Мураками сейчас на второе место выходит. Сделала точно такую же базовую сложность, между прочим, как и Лена Еремина 5-4, но получила за бригаду Е, за оценку Е, за частоту чуть побольше. Азука Тарамото, рая японская, участница. Она так потихоньку... Ух ты! Очень резкий поворот и теряла. Алисия. Вот еще одна серия, красивая. Вот эта связь очень хорошая, да. Тоже, несмотря на ее довольно молодой возраст, уже очень опытная, еще в 2011 году уже на чемпионате мира впервые приняла участие в таком большем... В таких больших соревнованиях, как раз-таки в Токио проходила это событие, но спортивная карьера, ее складывалась не самым лучшим образом. Практически нету медалей на чемпионатах мира, но вот еще один шанс для нее здесь существует. Предупредительный сигнал, что пора заканчивать. По времени, да. Да, да, она уже это и делала. Хороший соскок. Да, по времени я обращу ваше внимание, что девочки должны выполнить комбинацию за минуту 30. Ну и вот минуту 26 она успевает. Если гимнастки задерживаются, можем так сказать, или не успевают, не укладываются во время, это тоже, естественно, сбавки. Там за каждую секунду сначала по одной десятой идет, потом по три и по пять, в общем, ну и таким вот в геометрической прогрессии практически растет эта сбавка. Но такого практически не бывает, это очень редкий случай, что гимнастки не успевают закончить ее или уложиться во время. Но тем не менее. Ну это вот тоже такой психологический момент, когда на каждый элемент тоже там особо много времени нет. Да, не отдохнешь, особо не настроишься. Хочешь делать, решайся и делай, там не постоишь так особенно долго. Комбинация должна выглядеть динамичной. Ну, в целом она неплохо выполнила, конечно, вот эти ошибочки. Были особенно на повороте, она как-то его чуть раньше закончила, не сориентировалась. В пространстве, конечно, это немножко подпортило впечатление от всей композиции. Все остальное вроде бы было достаточно чисто. Но мне кажется, немку обойти ей вряд ли удастся. Ну, вот где-то, наверное, третий. Хотя сейчас она вообще, наверное, будет бороться именно с мураками своей садечественной. Ну, базовая сложность, кстати, повыше у нее, чем у немки. Но, кстати, еще и ТБ Альт не выходила. Да, да, нет. Она будет завершать там, поэтому все самое вкусное жеребьевка решила оставить на потом. Да, 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 на закусочку. Напряженный сейчас такой момент, что однозначно сказать, да, что оставить даже невозможно. Да, при том, что разрыв в квалификации у девочек был минимальный просто. Ну, да, все вот. В 33 тысячных практически каждое место. На заднем плане как раз-таки нашей Владимир Тимонкин, врач женской команды. Специалист на бревне Лариса Ушакова. Ну, все-таки выбывает, скорее всего, Лена из борьбы. За медали, да. Потому что немножко не поняла я все. Ну, для Лены уже сложился этот чемпионат мира более даже, чем хорошо. Поэтому я думаю, что сейчас она еще будет усиливать свои программы, чтобы уже не бороться за серебро и бронзу, а уже не бороться за золото. Ну, и вот четвертое место все-таки. Да, все-таки четвертое. Тарамо же ставят. Много сбавок. Наказывают ее, наказывают, да. Ну, чемпионка мира. Все, вот самое лучшее у нас в закусочку. Ну, и Лена, кстати, пока остается на третьем, поэтому не все потеряно еще. Да, поэтому еще не все потеряно. Кто знает, как там дела пойдут. Ну, конечно, вот эта девушка, так скажем, озарившая. Гимнастический небосклон. Вот совершенно, да, такой. Она даже, я бы сказала, оригинальная. Она настолько вот вся великолепная. Вот этот элемент, дорогие друзья, был, конечно же, просто уникальным. Никто не делает в мире сальто назад с винтом. Морган Харт показывает его просто великолепно. Хотя вот хореографическая часть и вот эти прыжки шпагат тоже оставляют желать лучшего. Не дотягивает она до четкой горизонтали. Ну, я бы вот ее охарактеризовала так. Вот она действительно, она смелая. Она так немножечко ломает даже все шаблоны. Вот такие общепринятые гимнастические. Но все-таки вот именно... Ну, здесь хорошо было. Да, на этом снаряде там еще кое-что нужно делать. Сальто вперед. И обратите внимание, как она встает, как она... Ее шатает, но все равно это минимальные корректировки. То есть, насколько она чувствует свое тело, что она не валится полностью вместе с плечами, а просто подгибает одну ногу и тем самым выравнивает себя обратно на бревно. Так вот, так если это образно сказать, такое ощущение, что стопы чем-то намазаны, то есть стопы прилипают, все остальное можно как-то вибрировать. Ух ты, дорогие друзья, обратите внимание, а по времени-то проигрывает она. Четыре секунды. Четыре секунды она задерживается. Как раз-таки вот о чем мы и говорили. Минута тридцать четыре. И штрафов немало. До двух секунд это одна десятая. И за время она здесь получит от двух до пяти снимают три десятых. На пустом месте три десятых отдает она за такую хорошую комбинацию. Ну вот это вот еще отсутствие опыта. Знаешь, несмотря на то, что она уже чемпионка мира, опыта пока вот такого соревновательного фактически нет. Вот мы с тобой такой придумали. Она вот как непуганная ланища. Так бы я ее назвала. Вот элемент просто великолепнейший. Потрясающе, вообще идеально сделанная. Сальто назад с винтом. Мне кажется, она даже присела. Это чисто было такое подспудное на всякий случай. Хотя этого не требовалось. Но вот дальше вот здесь она, конечно, и время на этом потеряла. Понимаешь? Ну видно было, осторожничала всю комбинацию. Да. И, конечно же, из-за этого время долго настраивалась на элементы. Тем более, что программа сложная, долгая, много очень элементов. И каждый требует тоже все-таки какой-то подготовки. Там по паре-тройке секунд. И вот терраса. Ну и соскок тоже, кстати говоря, непростой. Сальто назад двойное с винтом. И хорошо исполнено. Ну вот интересно, с учетом этого наказания. Даже, во-первых, интересно, что сейчас скажут люди, сколько снимут они в итоге. Точно ли будут действовать по регламенту, по правилам. Мне показалось, она сказала тренеру спасибо. Кстати, напомню, что тренер женской сборной Валерий Люкин, наш легендарный тренер сборной США. Вот они наши, да. Возможно, они и научились, может быть, говорить уже. Да, да. Но кто такому еще научит? Именно этому никто не может научить. Это вот наши разведевшиеся по миру специалисты. А потом думаем, откуда они берутся? Да, второе место. Нет, одну десятую сбавляют за пенальти. Всего одну есть, да. Ну, второе место, да. Ну, что, остается только Альт, судя по всему, кто может вмешаться еще. Подвигает она все-таки нашу Лену на четвертое место. А, еще Китаян, скажем, у нас. Ну, не знаю, сможет ли она именно за тройку ворот. Хотя она, девочка, тоже такая оригинальная. Она красивая сейчас, элемент очень сняла. Она самая малыш, она самая маленькая из всех. Ну, хорошо. Переворот на одну ногу, сальто вперед. Тоже неуверенно очень держится. Иногда вот это поражается на очень сложных элементах, да, связках, акробатических, переворотах сальто. Они идеально все делают и стоят, да. А вот вроде бы на чисто внешне не таких сложных элементов, как шпагат, поворот, да. Да, начинают терять. Да, теряют. Начинают терять. Ну, кстати говоря, в этом году уже она успела завоевать золото на бревне и на этапе Кубка мира в Мельбурне, в Австралии, который был в начале года. И в Дохе, который уже был практически перед чемпионатом мира здесь. Вот тоже идет уже предупреждение. Рано соскок. Да, еще один штраф. Да, и она задерживается. Задерживается очень сильно. Как мне показалось, сейчас у нее нога-то недостаточно хорошо оттолкнулась. Ой-ой, подвернула все-таки что-то с голеностопом, то ли с пяткой. Ну и мне вот сейчас буквально в режиме лайв сообщают, что все-таки сбавка на бревне за время. Это только одна десятая, можно хоть две минуты сделать все равно. Снимут не больше одной, но и здесь, конечно же, не она получает эту сбавку. Ну уже явно было, что будет она задерживаться, потому что действительно долго-долго вставала, долго готовилась тоже, но и не очень. Не очень все уверенно выглядело. Ну и остается заключительная гимнастка на этом виде. Ну и остается заключительная гимнастка на этом виде. Вот как по-разному, как немка шикарно сделала этот элемент, совершенно по-другому. И выглядел, и смотрел. Да, ну конечно же, гимнастки зачастую боятся, наверное, лишний раз вылететь в прыжок, чтобы было более контролируемое, было более уверенное приземление. Ну, несмотря на то, что неплохое упражнение и сложное достаточно, мне кажется, что пока не рассматривается она как медаль. Ну, базовая сложность около 5-6, в принципе, такая же, как и у предыдущих девочек. Что-то в районе, да, 5-5, 5-6, 7. О, 5-5 база, да, 7-366. Шатание. Это, конечно, маловато. Ну, и вот еще одна участница, которая здесь тоже может претендовать на медаль. Начинает с рандата запрыжку бланжом. Ох, какая интересная связка. Сальто с поворотом в одну ногу и сразу сальто назад в одну. Не уверена. Братный поворот на одной ноге. Шпагат с поворотом. Хуже делает, чем в Габоре. Волнуется. Волнуется, конечно, конечно. Заключительная. Очень хочется. Маховая. Но все-таки хорошо смотрятся прыжки в шпагате. Прыжки в шпагате с длинными ногами. Так они просматриваются гораздо эффектнее. Арабская сальто. Уже более уверенно пошла. Сигнал за 10 секунд до окончания традиционный. И соскок двойной сальто назад. Ну, делает хорошо. Да, хорошо. Да, все достаточно симпатично. Довольно, довольный. Я думаю, что все-таки медаль сейчас она какую-то прихватит. Я думаю, да. Потому что по итогам квалификации она имеет самую сложную комбинацию на бревне. Это 5,9. Даже если за эти ошибки она получит примерно столько же 7,633, то это будет первое место. Первое. Я думаю, что на первое, наверное, вряд ли. Все-таки ошибок было очень много. Я думаю, что... Первое Шефер тоже очень понравилось. Кстати говоря, она стала делать довольно классно. У меня такое ощущение, что все-таки Шефер выиграет. А вот кто... Даже Хартана вторая же сейчас. Да, Мураками опять. Да, Мураками третья. Вот сейчас Мураками. Сейчас что-то случится. Но, скорее всего, да. Скорее всего, Мураками она точно подвинет. Я думала, что она будет четвертая. И уже вторая деревянная медаль у Мураками. Никак Майи не получается в тройку заветную попасть. Похуже вот она сделала все-таки это упражнение, чем на Габаре. Сделала бы вот сейчас эту комбинацию. Хотя бы так же, да. Было бы, да. Это могло бы быть золото. Как раз-таки преимущество у Альта именно в сложности комбинации. Сейчас кого-то Шефер говорит. Ну ладно, не расстраивайся, я первая, ты вторая. Ну, Шефер в любом случае довольна. Она с медалью точно уже. Конечно же, да. Третье место, да. Да, третье. Ну вот я тебе и сказала. Две десятых базу ниже делает, чем квалификация. И 13-3, соответственно. Получается столько же, сколько вот во многоборе. Огромное сожаление для Мураками. Сейчас опять четвертое место, второе уже. Ну а Паулин Шефер мы поздравляем как нового чемпиона мира на бревне. Морген Харт берет свою вторую медаль. И Табе Альт завершает эту тройку. Две немецкие гимнастки на одном педестале. Большое счастье для Бундескоманды. Да, конечно, это такой серьезный прорыв. 20 девчонки. Ну и, наверное, справедливости ради, скажем, что все-таки, по большому счету, даже по своей стати, они получат других девочек смотрелись. Да, вот именно на этом снаряде. Да, очевидно, это было видно, конечно. Это визуально заметно. Ну и Лену Геремину, соответственно, мы поздравляем с хорошим выступлением на этом чемпионате мира. Для нее он уже закончился. И закончился очень хорошо. Поэтому ждем всех уже на земле русской. Да, еще долгий путь впереди. С хорошим настроением его и полегче проделать. Ну а для Лены просто это тоже шанс посмотреть, да, как делают лучше. И просто свое мастерство развивать. Да, и опыт огромнейший получил. Ну а мы прервемся. Ну что ж, уважаемые друзья, вы видите, как закончились соревнования во втором финале сегодняшнем. Сегодняшнем, напомню, не было, кстати говоря, еще когда сборная СССР выступала, были какие-то вот гимнастические державы, в общем-то они сражались между собой. Очень мало было, так скажем, приезжих с каких-то залетных, я бы даже так сказал, в хорошем смысле этого слова. Но сегодня это абсолютно, да, никогда не знаешь вообще, кто откуда появится, приедет и будет демонстрировать профессионализм. Ну теперь же тоже вот, да, ты пошел работать, менеджер нашей сборной команды, именно, кстати говоря, вот что входит в твои обязанности? Ну, основная задача, конечно, моя, это представлять интересы вообще, в принципе, наших ребят и популяризировать гимнастику, чем, собственно, мы и занимаемся. Ну, а тут уже много очень таких различных, наверное, сфер, это и пиар, и маркетинг, и поддержка, наверное, какая-то такая. И, наверное, большое количество переговоров, разговоров, представлений с иностранными, да. Много, много, да, различных встреч с партнерами, общаемся потихоньку, хотим, хотим, чтобы все-таки наши гимнасты, наша команда была действительно звездной, чтобы их знали, их узнавали не только в России, но и в мире вообще в целом. Ну, в гимнастическом мире, понятное дело, их все знают, да, но в отличие от наших футболистов, конечно же, здесь немножко не хватает, наверное, осведомленности у обычных граждан. В общем, в смысле слова, я бы даже так сказала, именно раскрученностью, хорошей, правильной раскрученностью. Да, раскрученностью, правильностью, да, именно, именно, именно. Ну, а тут уже, конечно, конкретных задач, понятное дело, что конкретно определить сферу деятельности очень сложно, все-таки здесь очень такой комплексный подход, поэтому на данный момент приходится заниматься практически всем. Это такая сложная организационная, да, такая работа. Ну, непростая, да, скажу, непростая, уже работая с начала года в нашей федерации, я прочувствовал, в принципе, что значит уже работать головой, а не мышцами. Поэтому, ну, все-таки есть уже определенные успехи, не будем на этом останавливаться. Ну, конечно, ты сейчас так сказал, мы все так себя немножечко самокритичны сами, и бывшие спортсмены в том числе, и тоже так себя немножечко принижаем. Мы все-таки, в любом случае, согласись, что без хорошей работы головы, вообще, да, что-либо дельное в любом виде спорта сделать очень сложно, особенно выигрывать соревнования. Ну, да, не все. Потому что мы уже все на сегодня точно знаем, что не в здоровом теле здоровый дух, а у здоровой головы здоровое, правильное тело, и оно правильно работает и действует в соревнованиях, и здесь с головой все в порядке. Поэтому в этом плане самокритика была не очень уместна, но, тем не менее, конечно, это просто совершенно другие навыки, я бы так, наверное, сказала. Да, ну, конечно же, это абсолютно другая же сфера деятельности, но хочу сказать, что она абсолютно не менее интересная вообще. И с удовольствием, конечно, я выхожу на работу, да, и изучаю все новое, 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 получаю бесценный опыт. Ну что ж... Медали, конечно, впечатляют, прямо скажем, ну и гимн Германии. Медали, конечно, гимн Германии. Медали. 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 Медали.